я решил так, я не думал что ты здесь будешь сидеть, ты заступаться будешь за МИИ садоводства имени Митюрина? Ты там родной человек? Фото знакомое? Эта фотография повторилась 200 раз, то есть она Россия, Украина, Узбекистан, Шикистан, Казахстан, Молдавия, дальше идут тверкоязычные страны, ну что ли пошли? Порядка 200 питомников, и Таранат Магнена, вот эта, редкая фотография, она одна, а питомников 200, вот как ты думаешь, в идее садоводство ее, вот это, фотография сделал? Маловероятно. Правильно, как говорится, вероятно стремится к нулю. Ну а дальше, пожалуйста, колонны, колонны на свете нет, они вот они. Вот, к сожалению, Митюринский питомник реализует самец из Митюринска. А дальше вспоминает Митюрина, а он сейчас должен к раму переворачиваться, потому что прикрываться, не вот это, чтобы прикрываться словами фамилии Митюрина, это стыд и позор, когда ни одной фотографии, собственно, и нет. Вот. Ну и наконец, сейчас очень интересная тема, у нас время осталось полцем. Вот. Я специально выставляюсь, постараюсь, почему? Вот. Сейчас поймете. Одновременно вот Асур, Адам, Шабала. А Кехан со мной, как бы не сотрудничал, но часто вставлял свои комментарии. Мне понравился вот это вот, тем более, что надо, я Курдюба немножко обилить. Курдюбов портит бизнес Железова, свои новые рассылки, развести фруктоварай. Ну и дальше там Курдюбов говорит вещи, которым я сто процентов присоединяюсь. Вот. Чем он меня, я только не понял, почему он считает, что он мне мой бизнес платит. Дело в том, что для меня и для Сергея, который создан на работе, а я кошками, главное, это самый такой регион, это что? Это средне-российская равнина, правильно? То есть, от этого, от Мазьевского моря и до Урала. Вот. Сибирь, тогда Сибирь и так 16 минут, то есть, как, здесь, здесь раз меньше, чем в Европе. Так, получается, что, видимо, если прочитал всех вот эти вот, вот эти вот, вот эту статью, Курдюба, то это как бы от обеда ходу к Железу обращаться, засаженцами или кошками. Ну, давайте смотреть. Обязательно приличная почва с легким уклоном на юг. Подписываюсь. Полное существо потопления. Подписываюсь. Мочеком верховодки. Подписываюсь. Безветрия желательно, но сейчас я вам расскажу такую вещь. Вот. Сейчас вам придется немножко шире посмотреть. Это очень важно. Итак, безветрия. Значит, появился ролик, меня опять прописал очередной, он много участвует в этих просмотрах. И там человек стоит посреди сада. Прошел сильный ветер, ураганный ветер. У него половина прикосов, нет ни моих, названия европейские, ну, обычно все те же. Вот. Середички. И в саду он взрослый, он как раз купил плодоношение, 9-2-3 метра. Половина лежит мертвая, то есть они обломаны. Обломаны по прививку. Так? Вот. А дальше есть еще несколько живых. И на одном, ну, пусть полметра, но абрикосов есть. И вот он с таким, знаете, не презрением, а с таким этим. Что у меня это? Значит, есть такой железовский. Он усит, что должна быть корневая шейка на уровне почвы. И обязательно еще на холм садить. А я ничего этого не делаю. Причем это звучит как приговор железовскому. Он стоит посреди полумертвого сада. Половина сломана. Он показывает скрупный план. А там видно на этом, как называется? Место прививки. Место прививки видно. Есть такое, это отдельная тема. Мы, как говорил, показывали такие фотографии. Байкалов показывал такие фотографии. Рисунок после того, когда обламывается по месту прививки. То есть биологическая несубвестимость. Он купил саденцы где-то. Он умудрился их несколько лет вырастить. Пришла пора рассчитываться. Потому что органный ветер, парусность, и они падают по месту прививки. Вот он входит, они сломаны. И он и стоит на этой точке зрения. Он не знает, что такое несубвестимость. Что такое несколько поколений. Мэй-то не падает. Вот. И вот получается, что отчий желает для безветрия. И вот там, где он живет, он сам рассказал, там были дикие ветра и много-много попадало. Значит, все, что он купил, многие купили, наверное, соседи купили, все это обречено. Вот чему говорю. Потому что у него же еще что? Там не только по прививке падало, а просто падало. Но я же не слепой. Она отгнила от того уровня земли. Отгнила. А что такое кроме вашей шеи? Я только сварю. Это самое. Это самое сильное место, которое природой, генетикой, размещено, если косточка упала и поросла на границе земля-возу, потому что есть такое понятие, что именно здесь наибольшую нагрузку испытывает дерево. Вот. А что оно? Это таким презрением про коренную шейку, когда такая укол, прививаю, кол метр и саженец метр. Подвязал. Саженец два метра, проходит гул, кол отгнил и уже держится за дерево. Не дерево колу, чтобы не упало. Вот. За год. И всегда вон только граница земля-возу. Самое слабое место. Да, да, да. Укола. И вот получается. Вот. А он вот Железовского вспомнил. Молодец, спасибо ему. Но он же не просто так, он же как учитель выступает. Дальше тот товарищ, который цитирует у него про другие места исключаются. Согласен. Вот. А дальше он же у меня был, изучал и только у меня, и у меня есть отдельная папка. он побывал у 10-15 самых крутых садоводов в Урале-Сибири. Так. Вот. И у меня есть эти фотографии, и у меня плана сделать отдельный фильм. Кого там только нет, какие там замечательные ребята. А кроме меня ни один человек и сам Курдюба про них не расскажет, потому что я их знаю лично. Я по-чему всех садах бывал. Вот. Только эти люди, которые на планете, которые могут рассказать о людях, водающихся. Вот. А здесь получается, что? Про другие места исключаются. Поговорили. А дальше, если вы сибиряете сибиряк, то должны выбирать утеплённо благоприятнейшее и самых благоприятных рядом не глядя на цену. Ну, насчёт цены такого не бывает, что вы на с ней глядели. У нас же отель есть. Значит, на цену приходится глядеть, а значит, уже не везде выберем благоприятное. Вот. Вот это немножко не согласен с Кургером. Он пишет. Таких мест немного. Обычно берега водохранилищ или крупных рек спускаешься к югу и во восток. Берега водохранилищ это не то, а вот крупных рек, ниже водохранилищ идёт и загляжающие реки. Вот это наполовину права. А водохранилищ нет. оно замерзает. Вот. Но получается так. Есть водохранилища, которое быстро покрывается в доме, они обычно не крупные. Вот там надежда на крупные реки, которые они живут. А есть водохранилища огромное, Красноярская, Братская, Цианогорская. Но только жители Цианогорска по-настоящему по-настоящему использовали благо цивилизации. То есть вдоль крупных рек в Сибири не бывает 40 градусов мороза. Точка. Речь идёт о десятках метрах и даже сотнях метров. А дальше я всё это проверил. Вот я так утверждаю. Вот. Наверное, есть ещё крупные, ну, средние, где тоже может быть микроклимат. но Цианогорск значит, это как посёлок как и с пригородами плюс майна плюс Чаревушки. Раз, это самое, Девногорск с пригородами, с этими, с определяющими сёлками. Два, а про Братская ничего не знаю. Там настолько как отстали от нас. Вот. И получается, что он тут прав, использовать тогда можно и водохранилище крупной реки самых крупных ГЭСов. Вот. Теперь он приводит один массив Чаревушки. Но туда весь народ не поедет. Почему? Если нет там. Всё. Назарка в юге важны водоёмы без ветра, но с уплоном в север. Вот тут молодец Ускорбима, умница. Дело в том, что я уже об этом тоже думал и приводил фотографии, где вот так вот один склон на север смотрит, а один на юг. На одном уже права вышена, а на другом зелёная. И тогда, получается, на юге надо садить на северный склон, чтобы задержать наоборот развитие. Задержать. А на севере на южный склон, только как можно быстрее. Вот тогда можно выровнять. Вот поэтому как можно говорить, что Курлимов там чего-то железовало. Нет, всё правильно. И вот, наконец, Курлимов написал следующее. Можно было написать, что дело не вместе, а в саженце. А нет, это уже наш круг. Вот он. Вот это вот. Что дело не вместе, а в саженце. то есть пожаре золотая в саженце и он меня поддержит. Но всё-таки всё начинается с посадки. С места. Вот. Другое дело давайте продолжим. Итак, хорошо бы и ветра поменьше, хорошо бы уклон на юге к северу. Вот. На севере к югу всё это правильно. Вот. И вот наш друг Курлимов вот рядом сидит Бойкова Галина Николаевна. Так, они у меня в саду, они у меня в гостях. Смотрим дальше, смотрите. Итак, вот этот абрикос, его можно использовать в качестве зелёной ограды. То есть не надо его прятать безветренные места, а использовать как защиту от ветра и плоды даст, и ещё и сам защитил. Вот этот снимок сделал в 2006 году. Получается сколько лет? Сюда свет нужно. Он тогда это одна ветка из пяти. Он тогда дал три света, а дальше мечтал. Вот. Вот этот момент. То есть начинаем со скромного, скромного, скромного абрикоса. Соки, компоты, варенье. Вот. Я смесь рассказывал как главный редактор, второй главный редактор. Вот. Я говорю про нее назвать, потому что чувствитного нет. Вот. Головина Ирина Владимировна увезла от меня на том деле два, ну, два это минимум, сколько не помню, ведер, вот этих абрикосов. и когда через три дня или четыре приехали в Красноярск, уютры были пустые, и оказалось, они их съели. Вот. Можно считать его дикарем? Уже в 2006 году он уже перестал быть дикарем. И мне интересен, когда у него знаете, чем? Мы ходим по саду, пробуем этот же абрикос, а он полукультурный. Действительно, есть, но он вполне седок. И вот тогда он произнес эту фразу. Не может дикарь не оккультуриваться в культурном саду. Ну, тем не это. Ну, а он тоже темирязев веселится. Но почему-то меня не стало это грязи кидать, как те девчата. Тоже темирязев веселится. Но это скажите, оккультурился? А как он может жить рядом с культурными и не стать культурным? Вот. посмотрите, голое место. Горейшее место. Знаменитый Кальский сад Яблони. Ну, грустно было чуть-чуть. Вот. Несколько деревьев было, пробковые деревья. Ну, я знаю, что пробковые. Скорее всего, это был этот Амур. Скорее всего, этот сам. Бархат? Да, Амурский бархат. Ну, а остальное я же изучал этот сам. Полукультурные Яблони. Вот. Когда я искал землю, зовете, полукультурные, а мы только говорили, что нельзя ограничиваться вот эти вот, вот эти вот, нельзя. Вот. Почему? Место жесточайшее Кальский сад, это Глухомань, это каждый год 40, под 40, за 40, так, Кальский сад. Это не берег Енисей. Да, это сухостепная тюрьма. Да. Вот он, вот он, вот он. А я люблю поговорить. Вот эту фотографию я сделал. Еще, видите, фотоаппарат, еще не этот. До 2006, я в 2000 году купил нормальный фотоаппарат цифровой. Вот он, видите, тогда еще. А у меня все любопытно было. Вот он, яблони висан, голая стель. И я... И я... А когда я делал подогонять, когда? В 92 году Ельцин дал разрешение брать землю. И я в этот год, или в 93-й, поехал к председателю этой самой. То есть, то ли Новокурс, то ли Сабинку, уже не помню. Кальский сад, то есть, Кальская деревня, это часть другой деревни. Вот. Я разговариваю с председателем. Вот он отказался. Он сказал, но он по-доброму говорит, я вам не дам землю. Но вы куда лезете? У меня, знаете, в чем беда заключается? Один год сад пустой, а другой год я милицию ставлю, приглашаю. Они стоят с мальчугальниками эти, машины милицейские. И бесполезно. Все растаскивают, все разворовывают. Вот. Кстати, он прав был, я потом с этим тоже столкнулся, когда вырастил я Владимир Сад. Ну, плодоносил. Плодоносил. Вот. Защита из тополей. Субботинский сад. Почему я вас помню? Фотографии нету? Есть у меня много фотографий. Именно с ветрозащитной лесополосой. Вот. А я жалею, что у меня эти фотографии нет. Дальше. Ну, я вам пришлю по-моему. Дальше. Сад. Еще один вспомнил. Это сад, это сад, деревня Саянская. Прекрасный ронеточный сад. Мы ходили на ход, наткнулись на него. Он в ледине в предгорьях. И далеко от этого. Никто его не охранял. И когда пришло, второй раз попали, когда на нас начали, стоит машина милицейская, нас начали орать. Уходите отсюда, сад охраняем. А мы просто шли с орденами. И шли, и шли. Потом, значит, через недельку любопытство победило, мы приходим, машины нет, гигантский урожай от борнейшей аэронетки лежит на земле. То есть, защищали, защищали, а собрать не стали. Да. На следующий год я подумал, мне надо с него взять несколько этих сельцев. Специально приезжаю, несколько гигантских костров бульдозеры уничтожили. И просто сад. А вот за это тут уже не санитары нужны, и машина вот эта, санитарная. А вот там милиция должна была их повязать. А с другой стороны, так же, видимо, председатель Саянского сада, видимо, так же, как председатель вот этого Кальцкого сада, видимо, столкнулся с этим же. Охранение охраняет, а эти родители никого не нужны. А тут, наоборот, никто не ходит. Там медведи, там мы ходили охотить. Такое место выбрали удобнее, что там даже не воровали. Все сгнило. А потом сад сожгли, бульдозерами вычищено все было. Еще год, еще год, и мы опять проходим. Ну, это наше место охотничь. Мы проходим, и я на самом краю бульдозер не зацепил, они прям буквально в Тагерсе, четыре прекрасные эти самые родители. И опять больнейшая ронетка. Это только глядя, как воспоминания, какой был сад. Вот так. А эту девушку знаешь, да? Узнаешь. Дело в чем. Это другая крайность. Итак, если это можно вырастить, пусть на берегу Енисея, не замерзающего. До берега Енисея тут совсем немного через дорогу метров в восемь, да? Да, где-то так. Вот. То, наверное, все-таки большинство сибиряков обречены иметь вот это. Все-таки. А потом начинается уже массовая оселекционная работа. А у соседа крупнее, возьму веточку и пошел поехать. Вот. Я вставку начинал. То есть, если это возможно, да, то все остальное тоже возможно. Этот, смотри, 21 год, вот, и сейчас я проезжал, значит, светение идет, это из моего саженца, вот ты-то точно знаешь, что с моего саженца выросла. А посажена была примерно в 20-м году, то есть, ему исполнилось 20-21 год. То есть, не пропало за это время. Тогда на всякий случай я взял, мне так повезло, прислали вот эту фотографию буквально на днях. Тогда я взял свою фотографию. Это сувенир Востока, это плоды 80 грамм, линейка первеная. Да. Только у меня такая линейка на всей планете. Вот так и воровали вместе с линейкой фотографии, которая их выдавала. Этот человек взял и, внимание, в этом году в начале февраля, около недели были морозы 41-42. Представляете? Ну, дальше немного плодов. Сливы, косточки сувенира Востока, плоды северные, сильно сладкие. Ренат, это сейчас помню, помню. Что это это самое? Ой, Ренат, память мне подводит, сейчас умнейший мужик. Вот, чуть позже смог. Вот получилось. Это мое привитое, это не привитое, но и не дикари. Не дикари. А что самое интересное, если взять вот эти веточки, вырастил и прививать. За 3-4 поколения можно говорить. Вот, но никто этим не занимается.